Всем привет! Вы на канале OzPlay. Сегодня будем пробовать игрушку BroForce. Это некое подобие контры. Если имел приставку Dendy, на ней была игрушка, такая контра называлась, где можно было двух героев выбирать, либо Шварца, либо Сталлоне, и, собственно, зачищать сначала от обычных людей вражеского формата, и потом еще под конец игры можно было бороться с инопланетными захватчиками. Вот это наподобие такой игрушки. Так, давайте без онлайна попробуем. Но фишка, чем она отличается от той же самой контры, сделали довольно-таки такую фишку прикольную. Здесь практически все присутствуют герои вот этих 90-х, 2000-х даже легендарных персонажей из фильма. То есть тут и будет и Рубакоп, и Терминатор, и Сталлоне, и также и Шварца, и... Сейчас этот человечек нам напоминает Ван Дамма из фильма, что-то там про перемещение во времени. Вот так он выглядел, вот этот персонаж. Так, и у нас персонажик меняется, вот в этих клетках, видите, сидят люди. Если мы его спасаем, то у нас меняется персонаж. Сейчас мы освободили Бонда, мы будем играть за Бонда. Так, давайте посмотрим... Сейчас поменяем Бонда. Так, это у нас... Я даже не знаю, что-то знакомый по внешнему персонаж, но непонятно, кто это. Уровни тут порой небольшие, и в каждом конце уровня у нас будет вот такой черт, так сказать, присутствует в смокинге. Это такой мини-босс, которого нужно победить. Ну, такой небольшой уровень. Давайте посмотрим, что дальше будет. За минуту-две мы прошли его. Ну, можно тут, естественно, рекорды ставить. Так... Так, про этого персонажа тоже ничего не скажу. Может, если кто-то узнал его, написать в комментариях, на кого он похож. Ну, чем он плох, сразу скажу. Потому что у него одна способность, он просто кидает динамиты. Так... О! Судья Дредд, отлично! Ох... Был Судья Дредд, теперь нет. А, и что еще? Самое главное забыл сказать. Это у нас был Брюс Виллис, по-моему. Вот, стал Рэмбо появился. По-моему, когда ты накапливаешь вот этих всех персонажей, они служат что-то вроде некой жизни. Человек-ракета. То есть, если сейчас на данный момент убивает этого моего персонажа, у нас самый последний... Нет. Почему-то другой открылся. Я почему-то думал... Что... Немного по-другому будет. Так, это у нас Рипли, по-моему, из Чужого. Так, это у нас Ван Дам из Финни, универсальный солдат. Довольно мощная у него пушечка. Так, небольшая загвоздка была в начале уровня. Что-то с этой пропастью и со спасением заложника. По времени, в принципе, так же прошли. Там было минута-две. Кто узнал этого персонажа? Это, конечно же, Эш из Ловещих Мертвецов. Да, такие здесь нелепые ситуации тоже бывают. Что могут обрушиться в каком-нибудь здании и передавить тебе... Ну и тоже, никто не исключает, что тут и ловушки тоже бывают. Так, это у нас... Это у нас Безумный Макс. Вроде, вроде да. Так, вот и Святые из Бунгока. Был такой фильм, Боевичок. Я его не смотрел, но знаю про этот фильм. Так, а у нас динамита нету, да? Я что-то и забыл, что можно вот так, так сказать, оружием прорубать себе путь. Так, этот у нас Блэйд. Сверху у нас парни с динамитом. Ого-го-го-го. В принципе, уже так, довольно-таки много персонажей мы подкрывали. Так, сейчас посмотрим, кто у нас тут будет. Ну что ты мне? Есть. О, это у нас открылся Конон. Так. Это у нас самый длинный был уровень. Минуту аж 30. Так, это у нас Мачете. Вот Рубокоп, про который я говорю. Индиана Джонс. Ха-ха-ха, пипец. А это вроде изубить Биллу Турман. Так, ну ты персонаж, он уже был уже. Да блин. О, смотрите, новый вид врагов появился. Бруузерс. Такие безбашенные, накачанные парни из пулемета. Ну, в принципе, их тоже, по-моему, не сильно так сложно-то валить. Так. Так. А вот этот персонаж, я не могу понять, что это за чувак. Чувак. С револьюром. Миссия провалена. Хотя босса я победил, но меня смогли со мной убить. Так, это у нас Неоза Матрица. У нас есть особенность земляет время, да, понимаю? Коммандос. Крепкий орешек. Так. Она же тот же уровень, нам надо попасть наверх, пока что-то я тут разрушу по уровню. Бюджет. Да, блин. Учара. Прошли. Отлично. В принципе, вот такая вот игрушка Довольно-таки прикольная Я думаю, кто вот фанат был в то время Играл в Control Вот эта игра вообще зайдет на самый В самый раз, так сказать Поностальгирует по тем временам Ну, спасибо всем, кто смотрел Подписывайтесь на канал Всем пока!